Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из википедии и интернета. Сивилла. Сивилла Первоначально греки называли так женщин-пророчиц, пришедших с Востока. Ворон насчитывает их уже десять. Самая знаменитая – Сивилла из Ку. В Панииде Вергиля она учит Энея, как спуститься в подземное царство. Существует легенда о том, как Сивилла предложила римскому царю Торквению, древнему, купить девять книг ее пророчества. Царь отказался купить эти книги за назначенную Сивиллу цену, и тогда Сивилла сожгла три книги и предложила купить оставшиеся. Царь опять отказал, но когда Ясновидище сожгла еще три книги с начертанным будущим, он купил оставшиеся за первоначальную цену, за которую он мог получить все девять книг. Как мы знаем, по рассказу Левия, эти книги хранились у специально назначенных жрецов, и к ним обращались только по особому распоряжению Сената. Когда эти книги сгорели во время пожара в 83 году до н.э., их заменили другими, до сих пор существует 14 книг о роглов Сивилла, которые включают христианские и иудейские апокрифы. Последний раз книгам пророчив Сивиллы, хранящимся в римском храме Аполлона, обращались за помощью в IV веке н.э. и вскоре после этого они были сожжены по приказу Стелихон. В христианской литературе и искусстве Сивилла ставилась рядом с ветхозаветными пророками и как бы заполняла пространство между ними и гадателями-мошенниками. В кафедральном соборе Ульми Сивилла изображена вместе с ветхозаветными женщинами и христианскими подвижницами. Микеланджело, Рафаэль, Монтени, Тинторетто, Тернер, Римбрандт оставили замечательные образы вещих пророчиц. В метаморфозах Авидия и Энея встречает Сивилла, уже пережившие несколько поколений. Она рассказывает, что Аполлон выполнил ее просьбу дать ей столько лет жизни, сколько пылинок окажется в пригоршней пыли. Однако при этом она забыла выпросить у Бога еще и вечную молодость. В сатириконе Петроне Тримальхион рассказывает, что видел куму сивиллскую, подвешенную в бутылке, которая на вопрос «Что ты хочешь?» отвечала «Хочу умереть». Этот жутковатый образ Иллиот сделан эпиграфом к своей бесплодной земле. Из Википедии «Сивиллы» в античной культуре пророчицы и провицательницы, экстатически предрекавшие будущее, зачастую бедствие. Подобно пифийским ораклам, предсказания Сивилл делались обычно в стихотворной форме – гегзометром. Считалось, что Сивилла может предсказывать на тысячи лет вперед, поэтому одна, якобы предсказала извержение Везувии, указала место битвы, положившей конец независимости Древней Греции. Ну вот так вкратце о Сивилле. Сивилла первоначально греки называли так женщин-пророчиц, пришедших с Востока. Пока-пока, до свидания.